Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо в студии Александр Истомин. Сегодня в программе. В первую очередь хочу попросить у вас поддержки в плане сложной работы, которая предстоит нам в этом году. Назначен новый руководитель управления культуры города Азова. 4,5 года колонии общего режима. Такой приговор вынес Азовский городской суд в отношении предпринимателя Сергея Головнева. Родители или сам ребенок создают свой аккаунт. Путевку в детский лагерь Артек можно выиграть через интернет. 7 февраля 1943 года Совинформбюро сообщило. Сегодня юго-западнее Ростова-на-Дону наши войска в результате решительной атаки овладели городом Азовом, ликвидировав тем самым последний очаг сопротивления противника на левом берегу реки Дон. Спустя 74 года эта информация прозвучала на торжественном мероприятии в профессиональном училище номер 45. Подробности в следующем сюжете. В профессиональном училище номер 45 прошел концерт, посвященный Дню освобождения Азова от немецко-фашистских захватчиков, где самыми почетными гостями были ветераны войны и труженики тыла. Организаторы – общественные организации, военно-патриотические клубы города и района, отдел молодежи и молодежный парламент. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Почему выбор именно на профессиональное училище? Ну, не секрет, что именно большинство ребят с профессионального училища в дальнейшем будут защищать нашу Родину, многие из них пойдут в армию. И, конечно, как можно защищать Родину, не зная историю, не зная свои корни. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех наших азовчан, жителей Азовского района, с этим замечательным праздником, пожелать всем здоровья и пожелать, конечно же, мирного неба над головой. После концерта участники и зрители отведали солдатской каши и горячего чая, а ветеранам, кроме этого, были приготовлены подарки. Еще долго звучали рассказы о навечно занесенном в память азовчан суровом зимнем дне 7 февраля 1943 года, когда части 44-й армии Южного фронта при поддержке 4-го Кубанского и 5-го Донского гвардейских казачьих корпусов полностью очистили родной город от врага. Одним из освободителей был родной брат азовчанки Марии Николаевны Полтавской. Вот как раз со стороны Курешовки мой брат родной освобождал Азов. Но мы с ним встретились уже в конце дня 7-го, сильно стали бомбить наши, и мы пошли в Красногорку, и мы с мамой знакомой в Красногорку посидим, мама плачет. И вдруг, а он говорит, ну что вы плачете? Она говорит, да как же, сыночек воюет, жив или нет, прошло. Теперь, говорит, ждать весточки, ну, через два месяца, может быть. И вдруг открывается дверь, он кричит, мама, я жив. С этого дня город начал постепенный переход к мирной жизни, а его освободителям еще предстояли многие километры военных дорог, тяжелейшие испытания и победное знамя над поверженным Рейхстагом. Татьяна Ивашенко, Юрий Друзяйкин, Азов.Инфо. В Азове назначен новый руководитель управления культуры. Им стал Дмитрий Чернавский. Заместитель главы администрации города Азова Виталий Белов сегодня представил коллегам нового начальника отдела культуры города Азова Дмитрия Чернавского. С первого числа мною подписан приказ о назначении Дмитрия Владимировича Чернавского по представлению главы администрации на должность начальника отдела культуры и искусства. Дмитрий Чернавский поблагодарил собравшихся и высказал свою позицию по дальнейшей совместной работе. В первую очередь хочу попросить у вас поддержки в плане сложной работы, которая предстоит нам в этом году. Очень сложные и очень значимые ответственные мероприятия. Но самая главная задача наша – это создание наших коллективов, рабочих коллективов. Сила, мое кредо – это сила в команде. Кандидатуру Дмитрия Чернавского поддержали сотрудники, которые знают его как хорошего организатора массовых мероприятий, художественного руководителя танцевального коллектива, специалиста высокого класса. Дать согласие в такой ситуации – непростая ситуация. Дать согласие – это своеобразный подвиг. И мы все должны поддерживать, отбросив все амбиции, и помнить, что мы служим не одному человеку, данности, Чернавскому, а мы служим своей профессии, которая большими буквами называется культура. Мне очень приятно, что мой ученик стал начальником городского отдела культуры. Говорят, учитель воспитает ученика, чтобы было у кого учиться. И очень хочется, чтобы с помощью Димыной помощи мы здесь в городе возродили, не то что возродили, а заново начали проводить балы не только для молодежи, но и для взрослых. Именно новогодние балы, обычные балы, потому что столько у нас любителей бального танца закончили, прошли через эти курсы. В возрасте культуры только работают 4 коллектива больных танцев, но мы не можем ничего сделать. Я надеюсь, что с приходом Дмитрия мы начнем жить по-новому, используя все свои таланты, способности, известность свою. Наша задача – хорошо работать. Задача Дмитрия – создать нам для этого условия. Ну и, конечно, гордиться нами. Вот и все. Все очень просто. Дмитрий Чернавский прошел путь от участника ансамбля «Орнамент» до судьи мирового класса, а сегодня вступил в должность начальника отдела культуры города Азова. Полон сил и готов работать во благо родного города. Людмила Улихина, Валентин Сираж, Александр Истомин. Азов.Инфо. В прошлом году в выпусках программы «Азов.Инфо» мы сообщали о мошеннических действиях Алексея Головнева, директора общества с ограниченной ответственностью «Азов.Домстрой». С администрации Азовского района им был заключен муниципальный контракт на строительство четырех одноэтажных домов для детей-сирот. Условия контракта не исполнены, но, использовав должностную проектную документацию, подложную проектную документацию, Алексей Головнев похитил более 8 миллионов бюджетных рублей. Кроме этого, при совершении сделки купли-продажи мошенник получил от местного жителя 1 миллион 100 тысяч рублей. При этом квартиру не передал, поскольку она уже принадлежала другому лицу. В ответ на запрос телекомпании «Пульс» Азовский городской суд сообщил, что Головневу, который признан виновным в мошенничестве, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонию общего режима. Приговор был обжалован защитником и после ознакомления с материалами уголовного дела будет направлен в Ростовский областной суд для рассмотрения в апелляционном порядке. Сегодня глава администрации Владимир Рощупкин принял участие в расширенном оперативном совещании губернатора Ростовской области. Основными темами диалога с муниципалитетами стали состояние правопорядка на территории региона и призыв граждан на военную службу. Начальник ГУМВД России по Ростовской области Андрей Ларионов доложил о состоянии преступности по итогам января. На сегодняшний день в регионе сохраняется положительная тенденция снижения числа нарушений закона. В основном это связано с сокращением тяжких и особо тяжких преступлений. Сократилось число убийств, причинения тяжкого вреда здоровью и разбоев. Меньше стало грабежей, краж, угонов транспорта, преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и его использованием. Впервые было отмечено сокращение числа мошенничеств. По итогам января наблюдается рост числа ДТП на 1%. Погибло в авариях в начале этого года 45 жителей области. 361 человек получили травмы различной степени тяжести. Несмотря на то, что количество ДТП в регионе увеличилось лишь на 1%, Василий Голубев напомнил о необходимости уделять особое внимание ситуации на дорогах. Военный комиссар Ростовской области Анатолий Трушин сообщил об итогах призыва на военную службу в 2016 году. Всего призвано 10 050 граждан области. 35% из них проходят службу в Ростовской области. 85% на территории субъектов Южного и Северокавказского федеральных округов. В президентский полк отправились 30 донских ребят. В текущем году регион планирует призвать на срочную военную службу около 10 тысяч новобранцев. На службу по контракту около 3 тысяч граждан. Людмила Улихина, Александр Истовин. При содействии Пресс-службы администрации города. С 1 января 2017 года по распоряжению правительства Российской Федерации кардинально изменен порядок отбора и направления детей в международный детский центр Артек. Теперь распределение бюджетных мест осуществляется посредством автоматизированной информационной системы путевка. Подробности сообщил заместитель главы администрации по социальным вопросам Виталий Белов. Родители или сам ребенок создают свой аккаунт, размещают в нем свое портфолио на сайте артек.орг или артек.дети. В этом портфолио размещаются все достижения детей. Можно разместить фотографии дипломов, грамот, фотографии медалей. И это позволит ребенку повысить свой рейтинг в данном случае. И любой человек, в принципе, сможет, наверное, проверить, насколько правильное было решение о направлении выбора того или иного претендента. И система автоматически выберет достойного для направления в лагерь Артек. Но это очень хорошо, что исключен человеческий фактор. Система стала в некоторой степени беспристрастной. И, наверное, у всех детей появился шанс попасть в этот центр детства в Артек. 5 февраля ночью на автодороге Азов-Староминская водитель автомобиля Chevrolet Lanos, направляясь в сторону города Азова, совершил наезд на пешехода, двигающегося посреди проезжей части. В результате ДТП пострадавший скончался на месте происшествия. Инспекторы ДПС напоминают, что наличие светоотражающих элементов на верхней одежде – обязательное требование для всех пешеходов. Сегодня отмечается Международный день бармена. Эта профессия не так проста, как может показаться на первый взгляд. Эти люди вынуждены проводить много времени на ногах. К тому же им приходится общаться с огромным количеством людей и уметь находить к ним подход. Сделать качественный коктейль, правильно сервировать стол и приготовить легкую закуску – вот что должен уметь любой официант-бармен. Как говорят специалисты, бармен – это не профессия, а состояние души, тонкое искусство, которому в полном объеме нигде не учат. Тут важна все – опыт, интуиция, мастерство и манеры. Получить первые навыки в процессе обучения, конечно, можно, но дальше все зависит от желания, творчества и призвания. Мне очень нравится общаться с людьми, мне доставляет удовольствие вообще обслуживать, получать эти эмоции, которые вообще люди показывают мне, когда нравится им обслуживание. Бармен должен быть психологом, то есть, как бы, понять, поддержать гостя. А официант должен уметь красиво подать, знать меню, то есть, из чего состоит блюдо, то есть, это тоже очень многое значит на самом деле. Умение быть тонким психологом – одно из важных качеств бармена. Настоящий представитель этой профессии способен определить пристрастие гостя к напиткам, окинув его всего одним взглядом. Это действительно очень, знаете, такая упорный, кропотливый труд. Здесь нельзя ошибаться, потому что ошибетесь в ингредиентах, коктейль не получится. Поэтому здесь нужно очень много держать в голове. Научиться делать это так, чтобы это нравилось другим, чтобы ты был мастером в своем деле и чтобы это приносило людям радость. Эту мысль полностью подтверждает и Андрей Радченко. За барной стойкой он 7 лет и за эти годы многому научился не только на профессиональных курсах, но и в процессе работы. Публика разная и задача бармена – каждому клиенту найти свой индивидуальный подход. Люди разные, все со своими проблемами подходят. Кто-то делится душевными. Бармен – тот же самый психолог своего рода. Еще одно обязательное условие, отмечает Андрей – любить то дело, которым занимаешься. Без этого не добиться ни уважения, ни признания. Все зависит от человека. Ну, вот приходишь на работу, но я прихожу с настроением, я не знаю, ну, мне кайф идти на работу, как на праздник. Я всегда веселый, поэтому, какое бы ни было, там у меня настроение душевное, там какие проблемы, я всегда навеселе, поэтому, ну, трудного для меня, ну, мне кажется, ничего нет. Сегодня бармен – это высокообразованный человек, который владеет историей ВИН, его внешний вид и манеры безукоризнены. Он чуткий психолог, способный почувствовать настрой гостя и поддержать разговор в правильном ключе. Они общаются с людьми, улыбаются им. Некоторые, кстати, приходят для того, чтобы во вторник вечером просто поговорить с барменом. Вот так вот один на один выпить чашечку кофе, возможно, какого-то алкогольного напитка и просто пообщаться. Вот, то есть бывают и такие, конечно, люди. День бармена в России с каждым годом отмечается все шире. Во многих городах проходят различные конкурсы, мастерства и умения. Также этому ремеслу посвящены чемпионаты. Один из них под названием WorldSkills пройдет в феврале в Новочеркасске. Азов на данном мероприятии представит студентка одного из учебных заведений города Елена Исаева. Ну, я люблю участвовать в конкурсах, но привыкла побеждать. Ну, там, конечно, все очень сложно, поэтому не знаю, как все получится. Переживаю, конечно, по этому поводу, но сейчас стараемся, подготавливаемся. Думаю, что все пройдет хорошо. Екатерина Четверикова, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. 10 февраля в Свято-Троицком соборе города Азова в 10.00 состоится панихида по настоятелю Петропавловского храма села Кугей Александру Лизниченко. Все желающие почтить светлую память священнослужителя могут прийти в этот день в любой храм и поставить свечу за упокой новоприставленного Иерея Александра. Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Спонсор прогноза – сеть магазинов «Дешевая аптека». Мы заботимся о вашем здоровье. До свидания. Сеть дешевых аптек предлагает традиционно качественные препараты по низким ценам. У нас вы всегда сможете приобрести лекарственные препараты, товары для здоровья и красоты, гомеопатические средства, все для детей и беременных. Мы заботимся о вашем здоровье. Азов, Привокзальная, 23. Телефон 46-046. Московская, 76. Телефон 4-24-73. 7 февраля пасмурно. Температура днем – минус 6, минус 8 градусов. Температура ночью – минус 11, минус 13. Ветер северо-восточный – 6 метров в секунду. Влажность воздуха – 55%. Уровень воды в реке Дон на 9 сантиметров выше нулевой отметки. Температура воды в реке – плюс 1 градус. Атмосферное давление – 768 миллиметров ртутного столба. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин